МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире информационная программа «Пульс города» в студии Екатерина Иванова. Здравствуйте. Смотрите сегодня в нашем выпуске. В Заполярье обновили прожиточный минимум. Он стал меньше почти на 150 рублей. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Нечем гордиться. Кандалакшский район продолжает оставаться в лидерах по количеству ВИЧ-инфицированных. Снежная битва за кубок города. В Кандалакше снова сыграют в снежки. В Мурманской области обновили прожиточный минимум. Согласно постановлению регионального правительства, он стал меньше в среднем на 150 рублей. Новый размер прожиточного минимума для трудоспособного населения теперь составляет 14 649 рублей. Прежний был равен 14 798 рубля. Незначительно прожиточный изменился для пенсионеров. Он стал меньше на 2 рубля и теперь составляет 12 243 рубля. А вот для детей величина минимума сократилась на 273 рубля. До 14 848 рублей. Отметим, что прожиточный минимум – это стоимость минимального набора благ и средств, необходимых человеку для поддержания жизнедеятельности. Данный показатель влияет на величину различных государственных выплат и пособий. На прошедшем сегодня очередном заседании по вопросам ЖКХ вновь было малолюдно. Вот уже не первый раз на встречу приходит больше общественников, чем тех, чью работу они контролируют. Из более чем 20 управляющих компаний только 5 отправили на коммунальный час своих представителей. Почему коммунальный час раз от раза игнорируют руководители управляющих компаний, остается только догадываться. Впрочем, участие в этом совещании, похоже, не является обязательным. Мерк прогульщикам никаких не предпринимается. Однако решение и вопросы, которые здесь рассматриваются – руководство к действию. Так, например, сегодня был поднят вопрос о ненадлежащей очистке тротуаров. Представители народной экспертизы посетовали на нарушение прав пешеходов. Передвижение по городу весьма затруднено, заявили общественники. Подходить осознанно к выбору дороги приходится еще из-за нависающей сверху угрозы. Работа по ликвидации наледей сосулек идет не такими быстрыми темпами, как хотелось бы. Если на управляющих компаниях еще можно найти управу, пожаловаться, например, в сектор жилищного контроля, то что делать и куда обращаться, если сосульки свисают с крыш социально значимых объектов, например, с первой школы или поликлиники. С самого начала зимы поставлено, тротуар не чистится. Пешеходы протоптали какую-то определенную ширину и территорию, еле-еле расходятся. Мало того, что они трудно проходить, так еще ограничены в пространстве. С поликлиникой то же самое. Но там еще главврача я не нашла, заместителя я не нашла. Я обычно на них сразу ухожу. Даже в понедельник утром не могли забраться на крылечко. Хорошо запилило, там цепляли, знаете, как скалолазы какие, особенно старушки. Жалобы народной экспертизы были взяты на контроль, а вот одно из пожеланий общественников отклонили, в частности, проводить заседания по вопросам ЖКХ не раз, а в две недели. А еженедельно в администрации посчитали нецелесообразным. В Кандалакше началась подготовка к соревнованиям по игре в снежки. Состязание будет организовано по правилам Юки Гассен. Участники поборются за кубок города. Снежная битва запланирована на 2 марта, а пройдет она на стадионе Дворца спорта. Тковоснежная битва, командная игра в снежки, впервые обрела популярность в стране восходящего солнца еще в 80-х годах прошлого века. Сегодня соревнования по игре в снежки проводятся во многих странах мира. В Кандалакше движение стало развиваться сравнительно недавно. В этом году в нашем городе пройдут уже третьи по счету состязания. Его участники разыграют кубок города. К слову, прием заявок от команд уже идет полным ходом. Заявиться на Юки Гассен городского масштаба можно в центре гармонии. К участию допускаются команды, состоящие из 10 человек, предпочтительнее 5 девушек и 5 молодых людей в возрасте от 18 до 35 лет. Каждая команда должна иметь название, приветствуется наличие флага и формы единого образца. В Кандалакше накануне сделал остановку автобус доверия. Горожане могли обратиться к специалистам за консультацией, а также пройти анонимный и бесплатный экспресс-тест на ВИЧе. Передвижной комплекс работал на центральной площади на протяжении двух часов. Однако желающих провериться оказалось немного. К медикам обратилось всего полтора десятка человек. Это не есть хорошо, отмечают медики. К сожалению, Кандалакшский район продолжает занимать лидирующие позиции по количеству ВИЧ-инфицированных. Всего же по состоянию на 1 января 2019 года. В нашем регионе диагноз ВИЧ в анамнезе имеют 6733 северянина. Причем только за прошлый год в Мурманской области выявлено 445 новых случаев. Доля вновь выявленных случаев вируса иммунодефицита выросла в возрастных группах от 30 до 39 лет и от 40 до 49 лет. И это все, о чем мы успеваем вам рассказать сегодня. Далее вас ждет короткий блок коммерческой информации и прогноз погоды. А я с вами прощаюсь до завтра. Не пропустите пульс города на ТНТ-4. Встретимся, как обычно, ровно в 19.00. Всего вам доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова